Война Война, как ни странно, способна не только на разрушение, но и на созидание. Именно во время войн зачастую возникают новые технологии, помогающие как можно более эффективно справиться с теми или иными проблемами на фронте. Потом они просачиваются на гражданку и довольно быстро становятся частью нашей повседневной жизни. Разумеется, вариации прокладок из самых разных материалов использовались женщинами на протяжении многих столетий. Тем не менее, более совершенные средства женской гигиены возникли во время Первой мировой, когда медсестры начали использовать материалы для перевязки солдат в своих целях. Вскоре они развились в прокладке, которую мы знаем сейчас. Маргарин За него мы можем поблагодарить Наполеона III, племянника самого знаменитого Наполеона, объявившего в 1860 году награду за изобретение дешевого заменителя масла для потребления вооруженными силами. Французский химик Ипполит Меже Мурье предложил решение эмульгировать говяжий жир с молоком. Сам изобретатель не дожил до момента, когда его продукт стал популярен. Жвачка для рук Полимерная, пластиковая игрушка, относительно распространенная по всему миру. Она была создана в 1943 году во время Второй мировой. Шотландским ученым Джеймсом Райтом, который пытался получить синтетическую замену каучуга. Эксперимент не удался, но игрушка получилась неплохой. Слинки Знаменитая игрушечная пружинка также возникла в качестве побочного продукта Второй мировой. В том же 1943 году американский инженер Ричард Джеймс работал над устройством, компенсирующим качку и вибрации судовых приборов в бурном море. Обнаружив, что одна из пружин продолжала двигаться после удара об землю, ему в голову пришла идея для игрушки. Канистра Канистра, как герметичная емкость для переноса жидкости, была изобретена довольно-таки давно. Но самая знаменитая канистра привычной нам формы является детищем немецких инженеров. И ее создали в 1930-х годах перед началом Второй мировой. Этот дизайн оказался настолько успешен, что используется и по сей день. СВЧ-печь была придумана американским военным инженером Перси Спенсером во время изготовления оборудования для радаров. По легенде, когда Спенсер проводил эксперименты с очередным магнетроном, у него в кармане растаяла шоколадка. Первые микроволновки, изготовленные в 1947 году, весили 340 кг и особой популярностью не пользовались. Для этого потребовалось около трех десятков лет. Что касается виновника изобретения микроволновки, то он был создан лишь за 12 лет до этого. Идея радара витала в воздухе с начала 20 века, но впервые ее воплотил шотландский инженер Роберт Уотсон Уотт в 1935 году. Одновременно с этим радиолокационные станции успешно испытывались в СССР. Консервы, как ни странно, тоже напрямую связаны с Наполеоном Бонапартом. На этот раз тем самым первым. Он также объявил награду в 12 тысяч франков за изобретение еды, которая могла бы храниться в банках, что стало особенно актуально после провала его компании в России. Конкурс выиграл Николя Аппер, создавший первый в мире способ консервирования продуктов. Считается, что суперклей был изобретен специально для склеивания ран на войне. Но это не совсем так. Его впервые получил американский химик Гарри Кувер в 1942 году, когда пытался создать прозрачный пластик для оптических прицелов. В то время Кувер не обратил внимания на свое открытие, но через 10 лет снова вернулся к нему. Сантехническая клейкая лента – одно из самых знаменитых изобретений войны. Ее создала компания «Джонсон и Джонсон» в 1942 году по запросу американских солдат на ленту, одновременно липучую и водостойкую. В армии ее использовали повсеместно, как для постройки блиндажей, так и для временных перевязок. Продолжение следует...